друзья всем привет меня зовут наталья носова и мы с вами на канале дарвиновский музей дети и как обычно я отвечаю на ваши вопросы или рассказываю что-то о необычных живых существах и сегодня у меня приятная миссия ответить на один из вопросов наших слушателей наших зрителей этот вопрос касается драконов мы знаем что год 2024 это год дракона он наступает 10 февраля и вот нам написала один из наших зрителей просьбу рассказать о реальных драконов потому что экологические драконы они существуют во многих культурах очень большой части драконы в китае но и в других странах и в европейской культуре и даже в нашей то у нас есть змей горыныч чем не дракон и драконы эти как правило обладают какими-то потрясающими совершенно сверхспособностями но сегодня мы с вами поговорим не о них а поговорим о живых драконах о тех драконах которые продолжают жить на нашей земле то есть о животных которые носят гордо ими дракон и наверное вы поймете что эти существа действительно очень необычные и наверное не случайно ученые дали им такие названия но начнем мы с вымерших существ которые безусловно просто потрясают своим внешним видом в честь драконов вернее в честь персидских драконов которые назывались аджархами это существа персидской мифологии названо целое семейство птерозавров они так и называются аджархиды и среди этого семейства были существа разного размера одни из них были довольно небольшие ну порядка полутора метров например в длину но были среди них настоящие гиганты и именно среди аджархид мы можем встретить существ вероятно самых крупных из когда-либо летавших и живших на земле например к таким существам безусловно относятся аджархид который называется кетцалькуатль он назван в честь ацтекского божества пернатого змея и это было очень крупное летающее животное но когда он стоял на земле то высота он был размером современных жирафов представьте себе размах его крыльев достигал 12 метров вот такой вот гигант но правда видели животное несмотря на свои грандиозные размеры не так уж и много весили они порядка 250 килограмм хотя для летающего существа и такой вес в общем тоже достаточно не маленький но огромные крылья позволяли им тем не менее все таки несмотря на большой вес летать очень необычно эти существа передвигались по земле охотились они достаточно крупную добычу могли охотиться много споров существует до сих пор чем же они питались была даже версия что они питались наподобие пеликанов поскольку у них челюсти были вытянуты такой длинный клюв и была одна из версий что они спускались к воде и соответственно оттуда вылавливали какую-то добычу свою но на скорее всего это все-таки было не так они могли охотиться может быть питались частично по дрем еще одно вымершее существо вернее даже группа существ это целый род вымерших плезиозавров который также был назван в честь драконов называется этот род таласио дракон это небольшой плезиозавр который в длину достигал от полу до двух метров но по сравнению с другими плезиозаврами он имел довольно крупный череп относительно размеров тела а вот его шея наоборот была довольно короткой в нашем музее кстати говоря вы можете увидеть одного из таласио драконов в зале макроэволюции в этом же зале вы можете увидеть макет небольшого джавхида так что заходите и удивляйтесь ну а теперь давайте поговорим все-таки о живых существах которые и ныне обитают на нашей планете и конечно прежде всего когда мы с вами говорим о драконах мы себе представляем рептилий то есть это такое чешуйчатое тело длинный хвост еще мы помним что у некоторых драконов есть крылья бывает ли такое давайте посмотрим итак пожалуй самое крупное существо наземное сухопутное которое носит гордое имя дракон это комодский варан или комодский дракон это самая крупная современная ящерица живет она в индонезии на острове комода на острове флорес еще на нескольких индонезийских островах и этот гигант достигает длину трех метров и действительно очень сильное мощное животное которое может охотиться на очень крупную добычу комодские вараны или комодские драконы могут охотиться на кабанов могут охотиться на оленей могут охотиться на разную другую добычу на собак нападают есть случаи даже нападение на людей то есть это не безобидное существо долгое время считалось что во рту комодских варанов какая-то крайне болезнетворная микрофлора и когда варан кусает соответственно он заражает свою жертву этими бактериями и от чего жертва погибает но впоследствии выяснилось что ничего особенного в микрофлоре во рту комодских варанов не обитает но зато у них есть ядовитые железы у них присутствует яд этот яд не обладает каким-то каким-то очень сильным действием и допустим для человека не смертелен но тем не менее этот яд вызывает некоторые неприятные эффекты он например вызывает резкое падение артериального давления что может привести к потере сознания и также он вызывает нарушение свертываемости крови яд это тоже видимо такая адаптация которая способствует более успешной охоте этого крупного животного конечно он не будет долго свою добычу преследовать и если например какому-то оленю удается в первый момент от комодского варана убежать он не будет долго продолжать преследование потому что скорости конечно он не чемпион но тем не менее все таки животное достаточно представляет серьезную угрозу для животных индонезии но пожалуй самая потрясающая рептилия которая называет драконом сейчас я вам ее покажу не выстроили в кустах дракон в кустах это летучий дракон вот посмотрите какой красавец летучие драконы это животные ныне обитающие на земле и животные совершенно фантастические они небольшие их на земле насчитывается 42 вида все они живут в юго-восточной азии в тропических лесах держится как правило в кровных деревьях и не спускаются на землю то есть это абсолютно такие древесные виды животных и они умеют планировать перемещаясь с одного дерева на другое при помощи вот таких вот потрясающих совершенно летательных перепонок как эти перепонки образованы они образованы за счет удлиненных ложных ребер на которые натянута кожа причем иногда окраска летучих дракончиков может быть очень и очень яркой и согласитесь они по своей окраске вовсе не ступают например бабочкам охотятся они на различных насекомых как на взрослых насекомых так и на личинок но и когда они садятся на ствол дерева они свою летательную перепонку складывают и становится похожи на вполне себе обычную ящерицу как я уже сказала эти летучие дракончики они живут в кровных деревьев они не спускаются на землю и с помощью своих летательных перепонок они могут преодолевать довольно большие расстояния перелетая с дерева на на расстоянии свыше 20 метров но вот такой вот красавчик ну а мы продолжим знакомство с живыми драконами обитающими на нашей земле среди рептилий есть еще одна интересная рептилия змея которые называют змея дракон а по-другому эта змея называется иванский ксенодерм ну понятно что живет она на острове ява и она имеет очень необычную внешность собственно говоря поэтому ее называют змеей драконом у нее чешуи на спине в отличие от других змей они не одинаковы по своему размеру есть более крупные такие телевидные чешуи которые образуют на спиной поверхности этой змеи настоящие гребни которые очень напоминают гребни дракона очень необычная очень красивая змея она не крупная она не ядовитая и кстати говоря в последнее время многие любители содержать змей дома в качестве домашних питомцев они хотят такой змею себе приобрести потому что выглядит она очень необычно чем эта змея еще интересно помимо своего необыкновенного внешнего вида который действительно напоминает нам какого-то мифологического дракона эта змея которая ведет ночной образ жизни и эта змея которая живет во влажных местах она предпочитает охотиться на рыбу лягушек и головастиков вот такая вот у нее необычная диета но оказывается драконы есть ведь не только среди рептилий и давайте немножко поговорим о водных драконах немало драконов мы можем встретить и в океане например в восточной атлантике средиземном море и даже в черном море встречаются рыбы которые относятся к семейству драконовые или трахиновые их довольно большое количество видов они могут быть разного размера у них удлиненное такое уплощенное с боков тела они могут иметь довольно интересную окраску с такими голубыми разводами эта окраска их великолепно на дне маскирует и у этих рыб есть одна неприятная для нас особенность на первом спинном плавнике а также на жаберных крышках этих рыб есть ядовитые шипы то есть они снабжены ядовитыми железями вырабатывают яд тоже не сказать что смертельный для человека но проблема то в том что рыбу это практически не видно многие из них животные мелководье они для маскировки взрываются в песок на дне и если вы идете по поверхности песка то есть вы зашли в воду да еще не достаточно глубоко вы идете наступая ногами на дно и в эту рыбу совершенно не можете заметить потому что она зарывается в песок и на поверхности остаются только глаза и тот самый ядовитый шип который находится у нее на первом спинном плавнике поэтому нередко случается так что люди не замечая наступают на эту рыбу и соответственно получают массу неприятных ощущений поскольку этот яд вызывает сильные болезненные ощущения рыбы эти кстати говоря активны ночью вот именно днем они зарываются в песок именно в тот момент когда мы с вами собираемся искупаться у нас есть вероятность этой рыбы встретиться и нам будет не очень приятно австралийские рыбы у бегов австралии обитают совершенно необыкновенные рыбы это родственники морских коньков это так называемые морские драконы обыкновенный морской дракон и морской дракон лиственный который еще называют дракон-тряпичник это очень необычные существа они необыкновенно выглядят они похожи на морских коньков но есть некоторые отличия мы знаем что морских коньков существует цепкий хвост при помощи которого они могут зацепляться например за какие-то водоросли для того чтобы обеспечить себе определенной неподвижность к сожалению цепкого хвоста у морских драконов нет поэтому у них нет возможности вот так вот закрепиться заякориться за какое-то растение те самые выросты которые мы видим на их теле особенно конечно они впечатляют у листовидного морского дракона они нужны ему для маскировки они совершенно не используются при движении но зато они делают этих животных очень похожи на какие-то просто колышащиеся в воде фрагменты водорослей выглядят эти животные совершенно потрясающе и они очень красивые ну и кстати говоря они еще по крайней мере тряпичники точно могут еще менять окраску еще какая у них есть особенность которая отличает их от морских коньков у них нет поводковой сумки у самцов мы знаем что у морских коньков о потомстве заботится самец у него есть специальная поводковая сумка которую самка откладывает икринки у морских драконов тоже самцы заботятся о потомстве но только у них нет поводковых сумок поэтому у них икринки прикрепляются к брюшной поверхности хвоста самка откладывает порядка 120 икринок эти икринки прикрепляются к брюшной поверхности хвоста самца и самец довольно долго их вынашивает но когда из икринок уже вылупляются маленькие морские дракончики они уже абсолютно самостоятельные и ни в какой заботе от своих родителей не нуждаются но еще обратите внимание какой необычный род у этих животных этот род очень маленький и морские дракончики не могут питаться как привычно мы себе представляем питаются рыбы то открывая челюсти они свою добычу просто засасывают как маленькие пылесосы они подплывают своей добычи и втягивают ее вместе с водой поэтому конечно не добыча их тоже может быть очень маленького размера трудно себе представить что может сосать какую-то более крупную добычу итак друзья надеюсь вы убедились что и живые драконы по своим характеристикам по своим необыкновенным качеством они ничуть не уступают дракону мифологическим но пожалуй единственное что они не огнедышащие но кстати говоря мы рассказывали в одном из наших видео про жука бомбардира он конечно не дракон но посмотрите у него совершенно есть удивительный способ защиты от различных нападений неприятных на него и в этом смысле пожалуй не хуже чем дракон воистину как же возникали идеи у людей о том что на земле живут драконы есть одно предположение что эти идеи возникали по той причине что люди находили кости различных вымерших животных например кости динозавров и обнаруживаете кости они представляли себе что совсем недавно эти животные жили на земле и эти животные очень сильно отличаются от тех которые живут сейчас и это явно какие-то очень крупные рептилии но и может быть именно отсюда сложились легенды хотя есть разные другие версии и об этом вы можете узнать если посмотрите видео на нашем взрослом канале в котором варвара миронова рассказывает о книге альдрованде история змей и драконов называется это видео из чего сделаны драконы посмотрите это довольно интересно ну что ж друзья мои на этом пожалуй все я с вами прощаюсь не забывайте подписываться на наш канал и конечно приходить к нам в музей мы всегда очень рады вас видеть всем пока